Более 710 тысяч самарцев воспользовались автобусами дачных маршрутов в этом году. Перевозки были организованы с 20 апреля по 31 октября. Работало 30 маршрутов. Они проходили через 4 муниципальных района – Волжский, Красноярский, Кенельский и Красноармейский. Общая протяженность составила более тысячи километров. Это очень социально важные перевозки. Процентов 80 пассажиров, которых мы перевозим, это наши пенсионеры. Поэтому такое внимание к ним и уделяется. Если говорить о 2025 году, то мы предполагаем, что у нас появились две новых карты. Это карта «За победу» и «Дети многодетных семей». То есть по ним также будет осуществляться перевозка по льготным условиям. Стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась с 2022 года. Цена поездки по льготной карте составляет от 24 до 40 рублей. Цена зависит от протяженности поездки. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков отметил, что важна обратная связь, которая поступает в том числе через соцсети. Руководитель города поручил проанализировать обращения пассажиров. Просьба будет проанализировать за 2024 год в соцсетях, какие отзывы были именно по садоводческим маршрутам. Также на совещании в городской администрации обсудили обеспечение отдельных категорий граждан социальными выплатами на приобретение жилья. Департаменту выделено денежные средства в размере 291 301 000 рублей. На 1 ноября 2024 года обеспечено социальными выплатами 235 получателей. Освоение федеральных средств составляет 86%, областной бюджет 99% и городской бюджет 97%. В этом году 335 молодых семей из Самары улучшат жилищные условия. 235 человек уже получили выплаты на приобретение нового жилья. Еще 99 получат сертификаты до конца года. Также в Самаре действует муниципальная программа, которая позволяет семьям с пятью и более детьми получить жилищный сертификат. В 2024 году участниками этой программы стали 4 семьи. У меня вопрос по поводу обеспечения земельными участками бойца МСВО. На сегодняшний момент 85 семей поставлены на учет. Сами участки будут, как только будут сформированы ДГС, после этого мы уже будем их расширить. Напомним также, что с 1 января 2025 года участники СВО и их семьи могут выбрать меру поддержки, получить земельный участок либо выплату в качестве альтернативы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok